За последние шесть лет в области наблюдается значительный рост поголовья крупного рогатого скота мясного направления. Шутка ли, его довели с 16 до 66 тысяч голов. Но регион по-прежнему обеспечивает себя мясом лишь наполовину. Где найти резервы для повышения производства говядины? Какие трудности испытывают сами животноводы? По этим вопросам Дмитрий Азаров провел специальное совещание в Шигонском районе. Продолжит Сергей Павлов. Хоть мороз по щекам, хоть горячий ветер в спину. Ноль эмоций. Выдерживает все по-спартански. Единственное, что может вывести калмыцкую породу из себя, когда малышей отнимают у мамаш. Или когда на ферму заходят чужаки. У здешних племенных многоженцев скипает ревность. Они же победители во всем. Гордость нашего хозяйства племенной бык-пират. С ним мы ездили в 17-м году на выставку «Золотая осень» в Москву, где взяли золотую медаль. Животномодство за рога здесь взяли в 2011 году. Солидно вложились. Крупными партиями завозили элитный скот из Астрахани и Калмыкии. Подкупили приличными привесами и мраморным мясом. Свыше тысячи коров. Общее стадо в три раза больше. Одно из самых крупных мясных хозяйств региона сейчас сосредоточено на воспроизводстве. Развиваемся. В планах до 2020 года дойти до 5000 голов маточного. Мы идем к этой цели. Плюс у нас еще в планах переработка и сеть магазинов. Финансовая опора, бизнес-идеи, свои средства и господдержка. На них построена откормочная площадка, а сейчас строится вторая. Но даже у таких масштабных проектов есть камни преткновения. Страны банков, какая помощь? Ну, не кредитуют нас, не кредитуют. Мы пообращаемся к ним с заявками. Вот, допустим, последняя ситуация такая. Вот обратились, хотели купить тысячу голов из республики Калмыкия. Мы попросили денег. Они нам говорят, у вас нет выручки. Мы говорим, а как у нас может быть выручки, если мы закрылись и идем на увеличение по голове. В целом же отрасль показывает большой плюс. Поголовье мясного скота выросло с 11 до 66 тысяч голов. Последние три года поддержка идет из бюджета всех уровней. На ввоз племенных животных также выделяется своего рода мат-капитал. На простого теленка 7 тысяч, на элитного 12. Но идиллия никак не отражается на обеспеченности региона мясом. Специализированные хозяйства дают только 11,5 тысяч тонн. Это треть от общего объема производимой говядины. Сегодня уровень самообеспеченности Самарской области мясом, мясными продуктами, мясного производства составляет всего 55%. Соответственно, у нас есть с вами значительный потенциал. Большая работа предстоит. Исправлять придется, прежде всего, работу профильного министерства, у которого нет четкого видения развития отрасли, констатирует глава региона. На совещание этому уделяют особое внимание. В ближайшие 2-3 года планируется увеличить маточное поголовье мясного скота на 10 тысяч голов. Но откуда взялась эта цифра? Каким показателем она привязана? Аргументов нет. Что такое минимум? Почему 10 тысяч? Почему не 5? Почему не 25? Здесь разные факторы, Дмитрий Ильич. Согласно тех площадок, которые у нас и хозяйство есть на сегодняшний день, и есть желание этих хозяйств развиваться дальше, мы отталкиваемся от этого. Вот если на простой вопрос, который тебе человек задает, ты не можешь ответить, а начинаешь говорить про стратегии рассказывать, про возможные перспективы, то значит, вряд ли ты будешь для людей убедительным. На областном совещании заострили и другие проблемы. Дефицит ветеринаров, необходимость создания региональной семенной станции, чтобы снять зависимость от импортного биоматериала, доступности кредитных ресурсов. Все получения и предложения после совещания должны стать программным документом с конкретными целями развития мясной отрасли. Сергей Павл, Тимур Набеев, Новости губернии, Шигонский район.